Свободные экономические зоны в Беларуси представляют собой уникальные и удобные для бизнеса кластеры, которые существуют с конца 90-х. 20 лет назад их сделали для того, чтобы помочь бизнесу строить производство, экспортировать свой товар и просчитывать свое будущее. Сегодня, смотрите, в Беларуси существует 6 свободных экономических зон. В них зарегистрированы 409 резидентов. Созданы рабочие места для 122 тысяч человек. Эти компании дают 13% промышленного производства всей страны, отправляя на экспорт 16% товаров и услуг. А еще привлекли за это время почти 7% всех иностранных инвестиций. Конечно, не все гладко. Есть не только успешные, но и убыточные предприятия, но это бизнес. Важная составляющая крепности беларусской экономики. Поэтому неудивительно, что будущее СС во вторник обсуждали на специальном совещании у президента. Влада Корницкая оценила эффективность и перспективность свободных экономических зон. Сейчас в этой камере происходит испытание на коррозионную стойкость покрытия. Это не просто работа. Любимое дело, признается Алена Голубкова. В лаборатории используют самые современные методы исследования качества. Для молодого специалиста отличная возможность для самореализации. Устроиться на работу после строительства этого завода смогли еще полтысячи человек. Здесь производят ралетные комплектующие. Продукцию продают во всем мире. Предприятие существует более 20 лет. По сути, в крупнейшей свободной экономической зоне Минск старейшее производство. Здесь помнят времена работы СС в период до 2016 года. И были рады, когда два года назад резидентам добавили новые преференции. Мы этим льготой налога на прибыль компенсировали потери в таможенных преференциях. А это уже предприятие в Гродненской области. Также резидент свободной экономической зоны. Здесь готовят к отгрузке очередную партию подгузников для взрослых. Уже в середине августа новый для Беларуси товар поступит на рынок. Продукция натуральная. Первыми стали использовать только лен и хлопок. Сырье отечественное. Продукт импортозамещающий. Половина уйдет на экспорт. Сегодня выигрывает тот, кто бежит вперед рынка, кто иннованативен, кто смотрит на годы вперед, кто занимается стратегическим планированием. Поэтому все автоматизировано. Оборудование уникальное. Вошли даже в государственную инновационную программу. Без ноу-хау в бизнесе сегодня делать нечего. Как повысить эффективность экономических зон для работы на перспективу, обсуждали во вторник на совещании президента. Льготные условия государство предоставило и есть немало успешных компаний, однако до сих пор остается и убыточный сегмент. Треть предприятий свободных экономических зон. И речь, как правило, о государственных производителях. Сегодня для Беларуси как никогда актуальны вопросы создания новых высокопроизводительных рабочих мест, укрепления интеллектуального, промышленного и, самое главное, экспортного потенциала. Решение этих задач неразрывно связано с привлечением инвестиций в экономику нашего государства. А просто создать там конторку и кто-то будет болты и гайки клепать и даже хорошо на экспорт поставлять, это хорошо, но это уже не соответствует тому уровню развития, на котором мы находимся. Правила бизнес-игры для свободных экономических зон любой страны мира почти одинаковые. Но оценивая риски, многие выбирают все же Беларусь. Прямое тому доказательство ежегодно. В каждой белорусской СС регистрируется несколько новых резидентов. Инвестор не только на налоговые и таможенные льготы посмотрит. Он будет смотреть, удобно ли здесь будет ему работать с точки зрения юридической защиты правовых элементов, с точки зрения политико-экономических условий, с точки зрения делового климата в принципе. Несомненное преимущество при выборе экономической зоны – логистика. Козырь в этом вопросе у всех шести экономических зон Беларуси. Простой выход на рынки ЕС, ЕАЭС, морские и воздушные порты Литвы, Польши, России включилась в железнодорожные транспортные артерии китайской инициативы «Один пояс, один путь». А ведь чем меньше затрат на транспортировку, а это до третьей себестоимости, тем конкурентнее товар. По логистике мы в этом году уже зарегистрировали три проекта, троих резидентов. Один из них из Китайской Народной Республики. Сейчас ведем разговоры, вот в понедельник встречаемся с представителями логистических компаний Японии, которые понимают и оценивают привлекательность этого режима. Приход крупных инвесторов – это еще и развитие региона. С высоты птичьего полета – самый крупный участок свободной экономической зоны Могилев. Площадь без малого тысячи гектаров. Промышленная зона с развитой инфраструктурой. Здесь и железнодорожная ветка, и автомагистрали. Появляются и регистрируются новые компании, которые еще не начали работать, но будут работать в сфере оказания услуг уже существующим резидентам. То есть существующие предприятия дают начало, дают старт реализации новых инвестиционных проектов в САЗ Могилев. То есть продукция одного предприятия является комплектующими для другого. А это конкретный пример. Трудно поверить, но еще шесть лет назад здесь было чистое поле. За полтора года с нуля построено предприятие с литовским капиталом и выпущена первая продукция. Темпы прироста впечатляют 40% в год. Это, наверное, лучшее свидетельство того, что действительно здесь, в этой свободной экономической зоне, нам работать комфортно. Инвестируем большие суммы, порядка 30 миллионов евро, в расширение завода. А для этого, как минимум, может понадобиться расширение и территории, и инфраструктуры. А в ближайшем будущем и самих экономических зон на такой шаг в правительстве идти готовы. Проекты, кстати, достаточно амбициозные. Чтобы мы понимали общий объем заявленных инвестиций, где-то 850 миллионов долларов. Это большой объем. Как минимум, мы конкурируем за инвестиции в рамках Евразийско-экономического союза. Подробный бизнес-план от правительства убедил Александра Лукашенко в необходимости принятия решений для расширения свободных экономических зон. Правда, президент поставил важное условие. До конца года каждый новый резидент, любой СЭС, должен приступить к реализации проекта. Влада Корницкая, Надежда Завиновская и Елена Кукшинская. Контуры.